Какая самая большая планета в Солнечной системе? Если вы ответили Юпитер, вы правы. Однако эта планета не просто огромная, она таит в себе множество загадок, которые интересовали ученых с момента его открытия. Благодаря многочисленным космическим аппаратам, которые посещают планету, мы значительно расширили наши знания о Юпитере, загадочные звуки, странные молнии, жизнь на ганимеде и это лишь малая часть всего, что нашли ученые. С вами канал Фактумс и в этом выпуске вы узнаете, что недавно обнаружили исследователи на Юпитере и как эти открытия могут повлиять на Солнце и даже нашу собственную планету. Погнали! Юпитер в 318 раз массивнее планеты Земля. И если это не впечатляет, Юпитер в 2,5 раза массивнее остальных планет в Солнечной системе вместе взятых. Есть одна интересная и ироничная вещь, которую ученые обнаружили относительно Юпитера. Если планета станет больше, она на самом деле станет меньше. Но почему? Дополнительная масса на самом деле сделает планету более плотной. Это заставит ее начать притягивать ее к себе. Однако по оценкам астрономов, Юпитер может вырасти в 4 раза по сравнению с его нынешней массой и все еще оставаться примерно того же размера. По-видимому, Юпитер нашел уникальное решение проблемы своего веса. На самом деле, Юпитер можно с уверенностью назвать неудавшейся звездой. Дело в том, что Юпитер богат водородами гелием, но гигантская планета не обладает достаточной массой, чтобы вызвать термоядерную реакцию в ее ядре. На тот случай, если вы не знали, именно так звезды генерируют свою энергию. То есть путем слияния атомов водорода в экстремальных условиях, Юпитеру нужна огромная гравитация, чтобы он смог достичь стадии звезды. Ему потребуется масса в 70 раз превышающая его нынешнюю массу. Однако, если бы вы могли каким-то образом столкнуть десятки Юпитеров вместе, у вас, может быть, появился шанс зажечь новую звезду. Но так как этого не случится, Юпитер не станет звездой и останется огромной планетой в Солнечной системе. Кстати говоря, о гравитации. Она на Юпитере настолько сильна, что разорвал астероид известный как комета Шумейкеров Леви-9. Астероид был фактически захвачен между 20 и 30 годами до удара и с тех пор вращался вокруг планеты. Но в 1992 году астероид вошел в критическое расстояние до Юпитера и был разрушен приливными силами планеты. Его фрагменты упали на поверхность в июле 1994 года. Фрагменты были размером в 2 километра, каждый из которых ударился о поверхность со скоростью 60 километров в секунду. Это стало настоящим бумом для ученых, поскольку они позволили астрономам сделать несколько новых открытий о Юпитере. Во-первых, ученые обнаружили на планете аммиак и сероводород. Самым интересным для нас и пугающим является то, что мощная гравитация Юпитера может создать серьезные проблемы для Меркурия и остальной части Солнечной системы. Хотя Солнечная система может казаться стабильной, проблемы могут назревать. Проблема заключается в том, что Юпитер имеет непропорционально огромное гравитационное влияние на его братьев и сестер, и меньше планеты несут наихудший эффект. Гравитационное притяжение Юпитера похоже загоняет Меркурий на все более эксцентричную смертельную орбиту, которая может закончиться, бросая более легкую планету на путь Венеры. Учитывая, что мы населяем соседнюю планету, все не так радужно. Юпитер вращается вокруг Солнца на расстоянии около 778 миллионов километров, что в 5 раз дальше от Солнца, чем на Земле. Можно подумать, это же так далеко. Но гравитационное притяжение очень важно для внутренних планет Солнечной системы, включая крошечный Меркурий, который имеет аллептическую форму. Меркурий всего 0,055 раза больше массы Земли или просто в 5 раз тяжелее Луны. После долговременного моделирования орбит, тел Солнечной системы, учеными во Франции и Калифорнии поняли, что гравитация Юпитера может еще сильнее нарушить эксцентричную орбиту Меркурия. Их моделирование предсказывает, что орбита Меркурия может перейти на путь Венеры или он может просто упасть на Солнце. Они утверждают, что есть 4 возможных сценария, ожидающих Меркурий, если Юпитер продолжит движение. Если Меркурий врежется в Солнце, то он вообще может быть выброшен из Солнечной системы. Еще Меркурий может врезаться в Венеру. Или еще хуже, Меркурий может врезаться в Землю. Последний вариант, очевидно, является хуже сценарием для нас. Астероид, который, скорее всего, уничтожил динозавров при падении на Землю, покажется каплей в море по сравнению с планетой 4880 километров в диаметре. После этого удара не факт, что хоть кто-то выживет. Остается верить, что к тому времени Илон Маск уже успеет создать колонию на Марсе, поскольку это единственный сценарий, по которому люди сбегают и продолжают свое существование. Однако даже усилия Маска могут нас не спасти, так как Солнце, скорее всего, сначала превратится в Красного Гиганта и проглотит Ртутную Венеру, Землю и Марс вместе. У многих людей есть младшие и меньшие братья и сестры, которых они будут ревниво защищать. Однако с Юпитером это не так. Вместо того, чтобы быть защитным старшим братом Земли, гигантская планета ставит нас во вред и швыряется астероидами. С помощью компьютерного моделирования ученые обнаружили, что вместо того, чтобы задерживать астероиды на своей орбите, Юпитер фактически может подтолкнуть некоторые астероида к Солнцу, где у них есть шанс столкнуться с нашей планетой. Но на самом деле не все так однозначно. Потому что Юпитер иногда защищает Землю, отклоняя кометы от Земли, но новые данные доказывают, что она с такой же вероятностью швыряет их в нашу сторону. Конечно, кометы и удары астероидов по Земле – это не шутки. Вы можете спросить бедных динозавров, которые вымерли именно так. Однако космос полон этих опасных объектов, и Земля нуждается в защите. Поэтому важно установить, является ли Юпитер другом или врагом. Молня на Юпитере В начале этого года зонд НАСА Юнона, пролетая рядом с северным полюсом Юпитера, снял невероятно красивую молнию. Опубликована НАСА-фотография первого доказательства, что на Юпитере тоже происходят мощные искровые разряды атмосферного электричества. На Земле такие разряды нередки в ходе экватора. На Юпитере в основном на полюсах. Зонд будет периодически пролетать над ночной стороной Юпитера. И, возможно, появится новое фото юпитерианских молний. Данный снимок был сделан еще 30 декабря 2020 года. Но только в 2022-м специалисты обработали фото. Молния – это, конечно, круто. Но, как по мне, куда интереснее найти жизнь на одном из спутников Юпитера. Ученые НАСА считают, что на крупнейшем спутнике Юпитера могла зародиться жизнь. Поводом для таких заявлений стало открытие Большого океана, который заморожен неравномерно. Ганимет – один из самых крупных спутников всей Солнечной системы. Специалисты НАСА обнаружили на этом спутнике Юпитера неравномерно замороженный гигантский океан. Глубина океана составляет несколько сотен километров. Однако, свои льда в нем чередуются с водой. Вода сохраняется в жидком виде благодаря салям, уровень содержания которых остается очень высоким. Таким образом, ученые уверены, что жидкая вода может проникать на дно и вступать в контакт с некоторыми скальными породами. Результатом такого контакта могут стать оптимальны для зарождения жизни условия, поэтому вполне вероятно, что когда-то мы обнаружим там жизнь. Раз мы поговорили о Ганимеде, предлагая взглянуть на другой, не менее интересный спутник Юпитера – Ио. Дело в том, что известная нам миссия НАСА Юнона совершила 51-й пролет над Юпитером. Сделав потрясающие снимки его спутника – Ио, Юнона пролетела мимо Ио во вторник, 16 мая. Впервые так сильно приблизившись к вулканической луне Юпитера, космический корабль прошел всего в 22 060 милях, или в 35,5 тысячах километров от поверхности спутника Юпитера. На некоторых подробных изображениях, сделанных Юнона и ее камерой видимого света Джуна Кэм, видна красноватая поверхность Ио, покрытая шрамами от огненных вулканов. Инфракрасный снимок Луны, сделанный ранее во время пролета 11 мая, показывает источник этих шрамов, обнаруживая многочисленные горячие точки вулканической активности на поверхности Луны, а на этом снимке отмечены горячие точки на поверхности наиболее вулканически активного мира Солнечной системы. Считается, что настолько экстремальная вулканическая активность возникает в результате огромного гравитационного влияния Юпитера, самой массивной планеты в Солнечной системе, поскольку он играет в игру перетягивания каната с Ио. Больших спутников Юпитера, Европы и Ганимет, это вызывает огромные преливные силы, которые расширяют и сдавливают Ио, заставляя его поверхность вздуваться на целых 100 метров. Еще до 51-го пролета Юпитера, с момента прибытия газовому гиганту, в 2016 году космический аппарат Юнона преодолел более 510 миллионов миль. Сблизившись с тремя из четырех крупнейших спутников планеты, ледяными спутниками Европы и Ганимедом, а также огненной луной Ио, четыре больших спутника включая замерзшую Калиста, известную под общим названием Галилеевы спутники. В честь итальянского астронома Галилео Галилея, который впервые наблюдал их в 1610 году, вообще вулканы на поверхности Ио могут выбрасывать лаву на десятки миль в тонкую безводную атмосферу, размер которой примерно равен земной луне. Ударная музыка Когда космический аппарат Юнона приблизился к Юпитеру в 2018 году, одной из его основных задач стало как можно ближе пролететь над планетой. В конце июля он нарушил магнитное поле планеты и неожиданно сделал жуткое открытие. К удивлению астрономов, Юнона услышала пугающие звуки. На землю зонт отправил рев и виск. Какой бы странный ни была космическая музыка, этому и есть разумное объяснение. Магнитное поле Юпитера защищает планету от солнечных ветров. Когда Юнона влетела в него, корабль случайно зафиксировал связанное с этим возмущение, называемое «удар смычком». В этот момент солнечный ветер наткнулся на преграду, слишком быстро замедлился и нагрел ее. В конце концов, это сжатие привело к звуку, похожему на тот, который можно слышать на земле, когда пилоты нарушают звуковой барьер. Примечательно, что на записи этот звук длился два часа, хотя аппарат приближался к Юпитеру со скоростью 241 тысячи километров в час. Это дало ученым представление о том, насколько протяженным является этот феномен. А как считаете вы, может ли существовать жизнь на Ганимеде? А также, если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь все интересно еще впереди.